следующее видео я хочу сделать все те же комментарии мне нравится отвечать на комментарии и не надо мне пожалуйста писать остро реагируйте не остро реагируйте на комментарии я просто вам отвечаю то что я прочитала какие у меня по этому поводу мысли как я на них реагируя живой человек если мне нравится я с улыбкой реагирую если как-то там неприятное что-то такие интересные то говорите что у меня занудные видео то говорите никак не реагирую и что я должна вообще как робот что ли сидеть и без эмоций что-то говорить в общем сюда же тема опять это что я типа приехала в испанию тут и поэтому должна жуку своближать и работать только там типа где не работают испанцы все все места должны испанцы занимать и типа что этот еще возмущаешься что типа ты тут какое-то место хочешь занять вообще я вот это не я не поняла почему это собственно я тут не имею никаких прав лишь как ты думаешь вот ты вот скажи человек который имеет вид на жительство он имеет все такие же права как ими как испанец этот человек имеет право претендовать на на все работы с предоставив документ диплом что у него есть такая профессия давить и это не зависит от того из какой вы страны приехали и я думаю что именно вот в этом есть свобода и демократия что что любой человек здесь может добиться дорасти до директора я не понимаю вот этого вот видам вот вы приехала из россии что-то еще тут это типа возникаешь конечно я буду возникать если вот даже с соседкой с моей с каталанкой это такой пример значит в то время пока я училась значит на курсах в барселоне на ресепционистку учила французский язык повторяла английский язык с этими курикулами мы с лёшей объехали всю коста-браву да ой столько мы лёша везде со всеми разговаривал с кем мог я везде отправлялась с компьютера где могла что в это время делала анна ничего лежала в бассейне у меня даже есть видео где мы там скоти и с этой анной в бассейне был момент когда я и коти мы пошли записываться в школу изучать это ну повторять английский язык мы сказали анна пошли с нами она сказала чё говорит у меня других дел что ли нет и она усмехнул сказала я не пойду и что вот вы считаете что такой человек имеет право занять рабочее место которое ну не соответствует ее познаниям да какой она имеет место вот тоже скажи занять не знаю поломой нет еще второй второй вопрос ничего никого не оскорбляю люди у кого какая есть работа если вас устраивает так работа ради бога работайте но мне вот это непонятно вот вот само вот это раздражение если вы выбрали работу вот например горничной или работу там сиделкой работайте это ваше право но почему вы кидаетесь на того человека который это ну хочет чего-то большего что человек которому интересно учиться которым интересно работать на интересной работе да я работала тоже сиделкой да я тоже работала и горничной работала и убиралась в домах но я это делал до поры до времени потому что я не говорила на испанском у меня не было документов но как только появилась возможность учиться как только появилась возможность улучшить свою жизнь я же начала царапаться вверх да лёша мне помог в этом но знаете у нас есть одна знакомая что она тоже живет с мужчиной который ее содержит но она до сих пор кое-как да говорит на испанском языке да ничему она не учится этим летом ее не взяли ни на какую работу потому что она не на она даже ответить по моему по испански не смогла дать ее и поэтому не взяли не знаю точно ну вот я слышала что ее не взяли что с ней стали проводить эту интервью и она ни на один вопрос не смогла ничего ответить то есть она даже не понимала что ее спрашивают для меня так вот это лично фантастика что человек третий год живет в Испании и до сих пор она не это нормально не может разговаривать почему почему я не должна возмущаться это возмутительно вот в моем понимании это возмутительно я буду возмущаться что если людям не хочется двигаться развиваться если вас устраивает то что в данный момент у вас есть ну так и живите в этом то что у вас есть а зачем смотреть рядом на человека который куда-то стремится что-то и еще его гнобить что ты тут это из себя изображаешь хочешь показать что ты умнее нас или лучше нас я не хочу этого показать просто я хочу сказать что в жизни можно всего всего добиться чего хочешь а если сидеть и каждый день оправдание выдумывать что у меня возраст что у меня нет мужа богатого который мне за все заплатит что в этот момент кризис я ничего не могу найти ну так никогда да трудно в кризис найти работу очень трудно я вообще не на сто процентов не уверена даже буду ли я в этом летом работать вот честное слово внутри меня конечно я надеюсь конечно я изо всех сил буду стремиться найти работу но настолько такой кризис сильный да лёша мы уже из него выходим по себе ну не знаю выходим не выходим и не надо мне говорить что я зазналась ничего я не зазналась у нас вообще как-то в россии считается что хорошо когда ты ноешь и жалуешься когда ты ноешь и жалуешься всем это нравится как только человек начинает говорить что я горжусь тем чего я добился я горжусь что я к чему-то стремлюсь я горжусь сам собой как тут же начинается ты зазнался ты там это ну даже как это сказать слишком много о себе думаешь ну в общем как бы похвалить себя у нас вообще чуть ли не преступлением считается человеку себя самого похвалить хотя во всех психологических вот этих тренингах вот этих личностных тренингах в них всегда вот это присутствует что там в первую очередь человека учат верить в себя и хвалить себя потому что если ты не будешь позитивно думать если ты будешь ныть мямлить ты такой никому никогда не понравишься и никакую работу ты себе хорошую не найдешь и вообще у тебя ничего хорошего не будет если заниматься нытьем только что что а вот это она все смогла потому что ей муж оплатил а вот это потому что у нее там родители все оплатили ну так если сидеть кругом себя искать виноватых никогда ничего не добьешься никогда ну вот мы доехали уже до Жироны сейчас я вам покажу Жирону и не надо мне писать не реагируйте так на комментарии я отвечаю на комментарии и эмоционально отвечаю потому что я так думаю если вы не согласны это ваше право и еще знаете я вам одну вещь скажу что когда человек приезжает как турист в Испанию конечно здесь все красиво все классно все улыбаются все это с вами ласковые вам начинает казаться что все кругом прямо ангелы знаете какие это ангелы у этих ангелов что сзади хвост и рога под шляпой у этих ангелов вообще знаете какие вот испанцы вот я вот вам скажу что вот у нас раньше была такая ну как бы поговорка что с этим человеком я в разведку не пойду так вот знаете вот с кем точно нельзя идти в разведку это с испанцем дает лёша этот человек тебе подставит в первую секунду дает ну да это они они настолько они за свое все время за свое кто 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 почему потому что мне нравится что я снимаю видео сам каждый день приходят жалуются с работы такие ужасные истории мне рассказывают а я его попросила расскажи историю он нет не буду рассказывать ну правильно потому что все равно от вас услышишь что вы там живете в раю еще типа недовольны типа терпите ну терпишь терпишь потом терпелка заканчивается ну ладно до свидания до следующих встреч так